Эта карта находилась в штабе войск Южного фронта. Здесь отмечены все рубежи обороны, все противотанковые рвы, все окопы. Штабные карты Красной Армии хранят расположение дзотов и дотов, окопов, которые рыли жители Мясниковани. Поселок оказался прямо на линии обороны Ростова. Бойцы 31-й Сталинградской дивизии, 6-й танковой бригады, курсанты ростовских военных училищ ценой своей жизни пытались задержать немецкие танки, которые рвались вот прямо здесь, рядом, пытаясь войти отсюда. Танки в итоге так и не прошли. А какой ценой могут раскрыть захоронение этого кладбища? Хотя разглядеть их сквозь заросли в человеческий рост просто невозможно. Большая часть кладбища покрыта еще вот такими вот кустами, колючками и мусором. Но однозначно можно сказать, что мы буквально ходим по братским могилам. Вот возможно у меня под ногами находятся останки тех, кто сражался здесь в 41-м году. Пока поисковики нашли могилу только одного бойца – военного фельдшера. Рисковала жизнью наравне с красноармейцами 18-летняя Надя Лукаш. Ее могилу расчистили и открыли миру лицо погибшей девушки. Санинструктор, военфельшер, девочка, которая сражалась здесь, возможно вытаскивая раненых. Удалось связаться, удалось обнаружить родных Надежды Лукаш, которые рассказали, что они ухаживают, ухаживали за этим местом. И здесь еще давно были видны захоронения тех, кто погиб здесь в ноябре 41-го года. Местные жители говорят, до 60-х годов за могилами солдат ухаживали. Марина Безбабных рассказывает, ее маме в 41-м было 12 лет, но воспоминания остались на всю жизнь. Особенно боялись карательных отрядов. Одного немца убитого, десяток помогли убить безвинных людей. Красной звездой отмечали только солдат, погибших при защите Родины. И остается только догадываться, чем ее заслужил 12-летний Миша Чумаков. Возможно, помогал нашим подпольщикам и красноармейцам. 22 июня у входа на кладбище планируют установить памятный знак. Приедут родные Наде и Лукаш. И, может быть, расскажут о девушке, сражавшейся за Ростов. Как живым покрывалом оплетает могилы плющ. Но к памятной дате поисковики откроют лица героев. Олеся Слынько, Юрий Санкин, Ростов-на-Дону.